Всем привет! Сегодня у нас отбещанный эфир про китайский чай. У нас сегодня гость. Это очень уважаемый, очень интересный человек Григорий Потемкин, который занимается китайским чаем уже достаточно давно. Но я уже, не знаю, с незапамятных времен читаю его влог, знаю его больше по видео, по его замечательным рассказам о чае. И наконец-то появился повод с ним познакомиться в таком уже формате, тоже пока виртуальном. Ну и поговорить, обсудить китайские чаи. Куча вопросов есть. Я думаю, у вас тоже. И вот сейчас Григорий подключается. Сейчас ждем. Можете сразу писать, кстати, вопросы про чай в комментарии. Мы потом все разберем. То есть у нас на повеске дня множество вопросов. В первую очередь хотелось бы развенчать мифы о китайском чае, распространенные заблуждения. О, есть. Да, привет, Андрей. Здорово. Здорово. Слышишь, видишь меня? Слышно, видно. Да, есть, есть, есть. Отлично. Так, ну, привет. Наконец-то познакомимся уже. Развиртуализируемся виртуально. Григорий, я смотрю, наблюдаю его деятельность очень давно. Если кто-то помнит еще подкаст Love Icast о Китае, и там был приглашенный гость. Григорий рассказывал про китайские чаи, и я прям конспектировал прям, ну, у меня есть, по-моему, майндмэп сделанная на эту тему, прям, какие есть классы, виды. И это было очень полезно, очень ценно. Андрей, точно никто не помнит этот подкаст был лет пять назад, это только в твоей армии. Да, да, да. Я тогда тоже еще рассказывал в Love Icast про китайскую музыку, еще, не знаю, до этого или после. Ну, если хаотин, помнишь, ну, то есть это я и вел это комьюнити. Окей, поехали, ныряем. Поехали, поехали. Смотри, вкратце как бы набросали как бы список вопросов, чтобы какая-то у нас была структура, но я думаю, что люди будут активизироваться, подключаться. Я надеюсь, что будут вопросы прям живые с чата. То есть у нас тут уже достаточно много людей. Давай, то есть хочу обсудить, во-первых, с чем сталкивается любой человек, который вообще, ну, китайскому чаю хочет что-то попробовать, там, да, узнать. То есть я, например, своих людей, которые там вот едут со мной в тур, я их просто привожу на чайный рынок, на фаньсунь, да. И, ну, короче, там, по сути, все наливают, все они пробуют, как минимум за раз, там, 6-8 видов чая, может, 10, то есть сколько угодно. И они понимают, блин, это просто бездна, то есть это там океан, да, вообще информации, все совсем другое. С чего начать? То есть хотелось бы разобрать виды класса китайского чая, как отличить вообще хороший и плохой чай, как выбирать чай, чайная церемония в таком ее стандартном понимании. Ты мне сейчас закидываешь вопросами, каждый из которых требует, там, как минимум 15 минут очень жадного, концентрированного ответа, поэтому давай выстроим логические как-то беседу и прям поедем вперед. С чем сталкивается, я услышал твой вопрос, с чем сталкивается человек, когда он вообще прикасается к миру чая? Он сталкивается с тем, что это огромный, это действительно мир огромный, и разобраться в нем с нахрапа, с налета, ну, это практически невозможно. Здесь великолепная аллегория с миром вина, когда человек решает хоть сколько-то серьезно уйти в мир вина, не просто зацепить в супермаркете бутылочку за 500 рублей красного какого-то, а действительно понять, что он пьет, он сталкивается просто с бездной информацией, с кучей винопроизводящих стран. Вот в китайских чаях точно так же, это, конечно, мир нюансов и особенностей, но если мы пытаемся хоть как-то эти особенности структуризировать, чтобы у нас в голове сложился какой-то пазл, мы делаем это всегда для новичков, через 7 групп по степени ферментации. У нас в китайских чаях есть 7 групп по степени ферментации, вы их, конечно, знаете, хотя, может быть, и не знаете, это зеленые. Это повторим, да. Да, я перечислю сейчас, это зеленые, это желтые, это белые, это улуны, это красные, это черные и это пуэры. Это 7 вот таких вот лесенок. Что такое ферментация, ты наверняка знаешь, я не знаю, знают ли нас, знают ли об этом те 15 зрителей, которые нас сейчас смотрят. Ферментация – это процесс взаимодействия чайного сока с кислородом и с бактериями. Я всегда это рассказываю на примере с яблоком. Когда мы кусаем яблоко, у нас на спиле, на откусе, на откусе, как правильно сказать, начинает меняться цвет, и оно становится темным, бурым. Кстати, я несколько недель назад купил в супермаркете яблоко, разрезал на две половины, и оно у меня не стало бурым через сутки даже. Я не очень понимаю, как это возможно с технической точки зрения. Мне искренне непонятно, но вообще по идее… Сейчас, да, люди скоро забудут, что такое потемневшее яблочко. Можно сравнивать, не знаю, там, вино тоже там есть ферментация, или стейк там ферментированный. Абсолютно. Ну, слово ферментация есть в индустрии еды, да. Это очень важная штука ферментации. Если мы хотим сделать продукт вкуснее, глубже и мягче, мы его ферментируем. Что происходит с чайным листом? Мы чайный лист сняли с плантации, он у нас не ферментированный, зеленый. Мы можем его зеленый сразу же положить в котел, высушить, и таким образом получим зеленый чай. Степень его ферментации равна нулю. Если мы чайный лист сняли с плантации, поломали его пополам, выделился сок, он начал взаимодействовать с кислородом, и на этом сломе он потемнел. Чай стал чуть-чуть ферментированный. Если мы сильно его помяли, не порвали, но помяли, и оставили часа на четыре, например, в влажной среде, он станет бурый. Ну, вот, ну, бурый, такого коньячного цвета. И степень его ферментации будет достаточно велика. Мы можем этот чайный лист сильно помять, заложить в огромную гигантскую кучу, залить водой и дать ему отферментироваться в течение 45 дней. И тогда он станет такой же черный, как экран моего айфона. Степень его ферментации будет максимальной. То есть я привел сейчас три случая, да, когда у нас нулевая ферментация, когда средняя и когда максимальная. Но все китайские чаи, они поделены не на три этих ступеньки, а на семь. И вот те группы, которые я перечислил, это семь ступенек по уровню ферментации. Когда человек понимает, что ферментация выводит чайный лист, аромат и вкус в свой вкусовой вектор, когда он это рациональное понимание закрепляет еще и вкусовым опытом, для него картина становится предельно понятной. И это очень здорово помогает нам продвинуться вперед в понимании того, как устроен мир китайских чаев. Вот сразу может раскидать виды чаев по этим видам, ну, то есть по этим группам. Ну, тоже, например, что мы знаем, там зеленый, ну, драконий колодец, лунцим, да, это вот просто зеленый чай, в принципе, да, листовой. Ну, то есть ты можешь, там, не знаю, пуэры, ну, улуны это среднеферментированное, да, насколько я знаю, или как, ну, то есть как-то вот ближе к названиям можно раскидаться по группам. Окей, я понял, давай, я сейчас подведу тебя тогда, чтобы тебе стало понятно. Зеленый неферментированное вообще, степень ферментации равна нулю. Дальше у нас идут желтые, они чуть-чуть более ферментированные, чем зеленые. Дальше идут белые, они еще чуть более ферментированные, чем зеленые. Но все эти три группы относятся, ну, мы их называем неферментированные чай. Так, дальше идут улуны, это уже серединка, потому что в улунах степень ферментации достаточно высока. У нас улуны бывают двух векторов. Первое – это светлые улуны, а второе – это темные улуны. Это я не буду объяснять точно в этом эфире, потому что это уже такие, ну, тонкости, и просто чтобы не запутать зрителей. Запомнили, улуны – это средняя ферментация. Дальше за лунами идут красные, это прям уже все, тяжелая артиллерия. Потом идут черные, они прям тотально ферментированные. И потом идут пуэры. Пуэры – это нефть. То есть, вот как я перечислил сейчас, мы идем в глубину ферментации. Дальше в каждой из этих групп, то есть в каждой группе существуют десятки, а то и сотни сортов. У зеленых чаев огромное количество, они производятся сразу же в нескольких чаев, производящих провинциях в Китае. У лунов еще больше, пуэров вообще не выговорить сколько. То есть, вот эти семь групп – это как семь векторов разнонаправленные, вот так вот. Они как веер, ну, это моя метафора, как угодно можете представить, и как ступеньки, но давайте как веер, наверное, так будет логичнее. Они как веер уводят вас в разные вкусовые направления. И на каждом этом вкусовом направлении, в каждой группе существует огромное количество сортов. Я понятен? Да, да, да. Я просто думаю, действительно, как подступиться, потому что видно теперь, что их очень-очень много, а теперь как сложить картинку обратно. Ты хочешь подступиться к названиям, я правильно? Названиям, и, может быть, самые распространенные, известные, можно с этих начать, и классифицировать их, например, да? Ну, да, я понял. Ну, действительно, есть такое понятие, как 10 самых известных чаев Китая. Это, на самом деле, этот список из 10, там в нем 20 сортов, но не 10. Ну, и провинции постоянно спорят за право быть в этом списке. То есть, приезжаешь в, не знаю, в провинцию Сычуань, например, есть чай Джу Я Цин, и вот там постоянно спорят, входит он в список 10 известных или не входит. Я вообще не слышал про такое, наверное. Ну, Джу Я Цин, на самом деле, это достаточно распространенный чай, очень интересный, дорогой, изысканный, и он такой гурманский очень. Есть 10 сортов, ну, будем считать, что где-то 15 или 17. Это как несущие колонны чайной индустрии, они производятся на протяжении не одного столетия. Это производственная традиция, которая практически не меняется. Это очень консервативный, инертный рынок, и вот их, как производили 300 лет назад, вот точно так же сейчас и производят. И это рынок, который формировался на протяжении столетий. Нас не будет, уже не будет наших детей, может быть, даже внуков, а тегуанинь так и будут пить. И Духун Пао будут пить. Так, немножко прерывается эфир. Да, у меня был ходячий. Сейчас есть, есть, в общем. Ну, ксарян. Ну, то есть, пройдет еще куча времени, а технология производства вот этих фундаментальных сортов, она так и будет такой же. Это суперинертный рынок, который практически не подвержен изменениям. Ну, и вот так вот он функционирует. Да, давай я назову несколько сортов, которые, я знаю, точно входят, а ты дополнишь все 10. Ну, то есть, я думаю, что, ну, если брать, там, зеленый лунцин, тегуанинь, ну, Тахун Пао, наверное, потому что популярный. Ну, там, пусть будет Шу Пуэр, Шэнь Пуэр. Так, а вот сейчас я уже думаю, что еще. Может быть, какой-то красный чай тоже. Ну, естественно, красный чай Дянь Хун, самый известный, но, то есть, это просто огромный сегмент. Это зеленый чай. А, белый какой-нибудь тоже еще. Белый чай, все три белых чая, я бы так сказал. Ага. Цин Цюн Мэй, я не знаю, пьют массово или нет. Цин Цюн Мэй появился лет 7 назад, на самом деле. Это прекрасный пример такого чая в выскочке, который появился на рынке недавно, и за 7 лет, что для китайской чайной индустрии, ну, просто это как секунда, вот он за 7 лет завоевал сердца, ну, не то чтобы миллионов, я бы сказал, сотен миллионов людей по всему миру. И, ну, такой оказался удачный чай. Я сказал 10 минут назад, что чайный рынок очень консервативен, это действительно так, но при этом он подвижен все равно. И на чайном рынке Китая в любом случае появляются новые сорта, новинки, и они его не быстро, но меняют. И вот Цин Цюн Мэй, это прекрасный пример. Мы остановились, да, на популярных чаях, ну, вот я перечислил там, наверное, десяток или полтора уже, я не знаю, насколько это будет полезно для зрителей, потому что обычно, когда человек слышит название китайского чая, для него это абра-катабра совершенно, он не может это ни с чем сассоциировать, мгновенно забывает. Ну, то есть это надо 20 раз повторить и еще пару раз попробовать, чтобы запомнить. Ну, после песни Баста и Гуфа, я думаю, они чуть-чуть знают, как минимум несколько, там, красный халат, там, да, там, полярчик. Ну, да, безусловно. Безусловно, да. Окей, как правильно забаривать или давай, или как выбрать чай, вот даже вопрос такой. Или как определить? Как определить критерии качества, да, и вообще понять, кто вы покупаете или нет. Ну, хорошо, я объясню как бы максимально с такой прикладной точки зрения, вот как обычному человеку в боевых условиях, оказавшись на китайском рынке, ну, или там, в условиях современного интернета выбрать чай для себя. Вообще, на самом деле, это разные совершенно модели покупки, потому что, когда мы покупаем чай в Китае, в России и в интернете, это как бы три разных подхода. Разложим каждый из них? Давай. Когда вы покупаете чай в Китае, надо быть совершенно готовым к тому, что вас обманут. Ну, иначе быть не может. По области определения. Я 12 лет работаю в чайном бизнесе, 10 из этих 12 лет я жил в Китае. Ну, это так. Вы приезжаете, вы белый, вы попадаете на китайский рынок, ну, как бы все, вы в категории риска, то есть 100%. К этому надо быть просто готовым и нормально к этому относиться. Обману ты имеешь в виду просто по цене обману, правильно? По цене. Ну, конечно, конечно. Потому что у вас нет критериев качества, вы не понимаете, насколько этот чай дорогой или дешевый. Вам китайцы заваривают чай за 50 юаней, тут же заваривают за 5000 юаней, и вы реально не можете понять, вообще в чем отличие. Но если мы говорим сейчас о таком анарголептическом подходе, так скажем, значит, как определить, насколько он качественный или нет. Хорошие чай, они благоухают. Вы подносите чай к рту, чуть-чуть разогреваете его собственным дыханием, нам важно поднять температуру буквально на 2-3 градуса, он мгновенно начинает отдавать эфирные масла, ароматика уходит в контраст такой, и вы делаете глубокий. То есть выдохнули, мягкий-мягкий, теплый выдох, и потом через нос глубокий вдох. Хорошие чай, классные, они пахнут настолько интенсивно и контрастно, что вот просто время останавливается в этот момент. То есть вы такие, опа, и это вот такая эмоция, ничего себе, разве может чай пахнуть настолько круто? Вот если в чае есть, срабатывает вот этот момент, значит, он хороший, значит, он может стоить достаточно дорого, и было бы интересно его покупать. Если нет этого, если вы начинаете что-то ловить, где-то воображать там себе, это не стоит заниматься. Китайский рынок огромен, лучше пройти дальше и найти что-то по-настоящему хорошее. Но вообще одним словом и в одной минуте на твой вопрос не ответить, потому что у нас 7 групп китайских чаев, в каждой группе десятки, а то и сотни сортов. Это тысячи сортов суммарно, и в каждом сорте свои критерии качества. То есть есть сорта, где терпкость окей, а есть сорта, где терпкость не окей. Есть сорта, где мутный настой, это норма, потому что они сделаны из почек, почки дают ворс, ворс при ферментации уходит в мельчайшие такие пылинки, которые замутняют раствор, и это норма. А есть сорта, где раствор обязан быть прозрачным. И вот эти вот нюансы, они в каждом сорте, и для того, чтобы их тотально понимать, ну, как бы надо быть очень глубоко в теме. Вот в рамках эфира я рассказать не смогу обо всех этих особенностях, это надо понимать. Вот, но в целом, конечно, когда покупаешь чай в Китае, ну, надо слушать сердцем. То есть вот отзывается, вот, ну, заходит, все, выбрасывайте с головы все эти нормы, там, кто что сказал, что там Гриша сказал. Ваш чай – ваши правила. Я люблю чай сравнивать с сексом. Ну, потому что это территория зачастую парадоксального выбора. И если нравится, то хоть там кто тебе что скажет, ну, ты просто покупаешь его, и, ну, вот, слушать сердцем, то, что называется. Я вижу, что на аллегории чая секса ты так разулыбался, это приятно. Окей, а, ну, хорошо, ладно. Да, давай разберем, давай разберем в двух словах, как его покупать в России, чтобы людям было понятно. Да, зеленый чай, допустим, ну, тонколистный, как бы плоский, ну, чай. И вот, знаешь, как бы, так определить, он свежий или несвежий, например, да? Он пьется в основном, у него срок годности есть, ну, лунцин, допустим, да? Свежий, несвежий он. И даже по листу, допустим, внешне что-то можно понять, что-то можно понять о том, как он развернулся, да, скажем так, когда заварился, да? И по вкусу, естественно. То есть по каким-то, вот, можно так, мне кажется, разделить, что ты думаешь. Ну, ты меня как-то вынуждаешь профессионально отвечать. Я могу сейчас ответить, ну, вот прям полностью, но мне кажется, что я запутаю зрителей. Хорошо. Зеленый чай вообще, на самом деле, плоский во вкусе и в аромате. И у них вилка по качеству, она не такая уж и высокая. И, на самом деле, то, на что мы действительно обращаем внимание в зеленых чаях, это, конечно, время сбора. Потому что, если зеленый чай прошлогодний, его стоимость равна нулю. Зеленые чай играют один сезон, до следующей весны, всегда. То, что продается в России, я думаю, что процентов на 70, это, конечно, прошлый год. Потому что, ну, это нормальная практика, когда внутри Китая они сумели сбыть, отправляют в белые страны с очень низким ценником. Ну, это, опять же, нехорошо, неплохо, это особенности рынка. Поэтому, если вы покупаете чай китайский в магазине, в супермаркете где-то, это заведомо выстрел мимо. То есть, вы, как бы, даже не целитесь в мишень, просто в нем стреляете. Ну, то есть, как бы, выстрелы есть, попадания нет. Магии там не ищите, ее там не будет. Ну, где можно купить в России качественный чай, надо искать компании, которые фанатично занимаются китайскими чаями, которые узко специализированы только на этом. Таких компаний есть. Есть успешные компании. Их суммарно, ну, может быть, 7, в пределах 10, я думаю, на рынке. Мы одни из них. И это ребята абсолютно ужаленные чайной темой, которые досконально профессионально во всем разбираются, которые отвечают за свой ассортимент, которые сами ездят там, всех достают в Китае, всем фермерам просто съедают мозг ложечкой, но за это они достают классные, крутые сорта. Вот так. Поэтому, если есть задача купить в России, то надо идти в профессиональную компанию, не жалеть денег, потому что это дорогой продукт. Ну, и это гарант того, что вы сможете прикоснуться к чайной магии. Насчет цены. То есть я могу сразу сказать даже тем, кто слушает, что чай вообще не дешевый. Вообще это не дешевое удовольствие, да, чтобы люди не пытались сравнивать с ценой, допустим, там обычного, там какого-то чая. Ну, ты, может, расскажи про вилку цен, я не знаю, потому что она в космос куда-то уходит. Да, это классный вопрос. Тем более я видел, что сейчас был комментарий по поводу Гринфельда, Ахмата и чем это отличается от китайских чаев. Я расскажу так широкими мазками просто. У нас есть плоскость индийских чаев и плоскость китайских чаев. Это две разные чаепроизводящие точки мировые, и они не пересекаются. Несмотря на то, что и то, и другое называется чай, у них разное все. Разный портрет покупателя, разная стоимость, разная культура потребления. И то, и другое называется чаем, это две не пересекающиеся плоскости, индийские чаи, Гринфельд, Ахмат, ну и все остальное, что производится в Индии, в Кении, на Шри-Ланке и в других чаепроизводящих странах, кроме Китая, условно будем это называть индийскими чаями. Это продукт, который изначально делается для большого рынка, для массового потребителя. И это нехорошо и неплохо. Это просто специфика рынка, которую надо по-взрослому поднимать. Китайский и в этой индустрии, в индийской, все заточено на минимизацию стоимости и на стандартизацию качества. Ну, то есть Гринфельд, купленный в Нью-Йорке, Гринфельд, купленный в Москве и в Шанхае, будет абсолютно одинаковым. Можем сравнить, как, допустим, Макдональдс и ресторан, допустим, да? Ну, можно, абсолютно, да. Буртер, Макдональдс и в каком-нибудь супер-стейкхаусе. Абсолютно, да. Успех гигантских брендов, которые развиваются по франшизе, которые имеют мировое присутствие во всех странах, он в стабильности качества. И вот индийский рынок и индийская чайная промышленность, она эту стабильность обеспечивает совершенно великолепно. И обеспечивает супернизкую цену, что позволяет быть продуктом мировым и массовым. Китайская чайная индустрия, она устроена по-другому. Там каждый фермер делает что-то свое. Это порождает практически бесконечное количество... Ну, то есть у нас сортов очень много. У нас там больше тысячи сортов. И в каждом сорте есть еще там сотни подсортов. Ну, то есть это бесконечное количество, потому что очень многое оставлено на откуп творчества чайного мастера. Он может чуть больше ферментировать, чуть меньше. Он может поиграть со степенью ферментации. Он может поиграть да с чем угодно. Там, ну, масса нюансов. Он может увести чай чуть-чуть разные вкусы. Ну, это формат такой, как крафтовости, да? Крафт, абсолютно. Абсолютно, да. Это такой вот, ну, крафт, арт, творчество, все перемешанное с бизнесом. Кроме того, у фермера есть гора. Ну, я сейчас образно говорю. Вот, предположим, это гора, и вот, предположим, это отметка 300 метров на море, а это 1300 метров. И между ними тысяча метров. Это очень много. Чем выше мы поднимаемся по горе, тем больше наверх, тем больше у нас перепады между дневной и ночной температурой, тем больше перепады, тем больше эфирных масел в листе. Чем больше эфирных масел, тем ярче вкус и аромат. Один и тот же сорт, собранный здесь и здесь, это будут два совершенно разных чая по ароматике. А их делает один фермер. Ну, понимаешь. То есть мы не можем в китайской чайной индустрии на сегодня, как она выглядит. Хоть что-то, хоть как-то стандартизировать. Это полнейший винегрет. И это рынок, который развивается по другим законам. И то, куда движется сегодня чайный рынок, это, конечно, повышение цен, потому что сегодня происходит гонка за качеством. То есть китайцы и тайваньцы, они просто дико топят в сторону максимизации качества. Потому что вот этот чай и вот этот имеют одинаковую себестоимость. Ну, потому что это одна и та же стоимость обработки плантации, аренды земли, обработки чая, полива, там, все что угодно. Чаю без разницы. То есть высота на цену не влияет на себестоимость. А выхлопная цена, продажная, может отличаться отсюда до отсюда в сотни раз. Понимаешь. Поэтому всем выгодно делать чай очень качественный, который рынок покупает дорого. И все, что происходит, китайские чаи несутся в сторону удорожания, в то время как индийские несутся в сторону удешевления. Это двигает рынок в диаметрально противоположные стороны. И индийскими чаями у нас поет население, а с китайскими чаями мы эстетствуем, сиборитствуем, потому что там уровень качества, ну, просто недостижимый. Это просто полеты в космос. Ну, еще и тайваньские, еще круче, да, я так понимаю? Ну, тайваньские – это потолок, да. То есть это лучший в мире чаи производится на Тайване. Ну, короче, выход единственное, не знаю, подобрать себе какого-то такого чайного сомелье, такого, которому ты доверяешь, грубо говоря, да, вот, который тебе будет, ну, такой чайный дилер твой личный, который будет тебе вот все там рекомендовать, советовать, подбирать, с которым ты будешь в долгую, ну, то есть он будет знать твой вкус, ты будешь, как бы, тоже постепенно узнавать больше о чаях через него, ну, как вы, вот, по сути, да, являетесь таким вот каналом, то есть потому что информации очень много, и, как бы, кто-то должен об этом рассказывать. Андрей, мы успешны на рынке, потому что у нас большая экспертность, и, ну, у нас просто офигенная экспертность, и мы, и очень большая лояльность клиентов. Ты абсолютно верно сказал, когда клиент к этому приходит, он понимает, что он сам не разберется, ну, как бы, он может разобраться сам, безусловно, как и в любой теме можно разобраться, то есть, ну, люди ракеты в космос запускают, чего ж в чаях-то не разобраться. Но это просто количество контента, пропущенное через себя, и чтобы досконально в тему въехать, надо по-хорошему года два. Ну, вот прям пробовать, 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 ну, надо быть ужаленным. Вот, понятно, что у человека такой возможности нет, поэтому он идет к экспертам и говорит, слушайте, порекомендуйте что-то, ну, и дальше мы с ним играем. Ну, у тебя, кстати, замечательный вообще блог, там, я еще читал твои, там, статьи, еще до того, как даже чай, там, Real China, обалденно ты пишешь вообще на самом деле, и про Китай, и про чаи, то есть, всем очень рекомендую. Давайте тут пару вопросов есть, чтобы мы не пропускали, висят в чате, например, насчет, как правильно подбирать воду для заваривания, и как это влияет на вкус. Вода влияет на вкус, безусловно. Это большой, очень, сегмент для споров, какая вода лучше, какого бренда, какой плотности. Это, ну, просто, мы в этом, во всем не принимаем участие в этих бесконечных спорах, потому что это, конечно, суперсубъективные истории. Есть общее понимание того, что вода должна быть фильтрованная, бутылированная. Заваривать дорогие чаи водой из-под крана не имеет никакого смысла, потому что, ну, будет очень сильно перебивать одно другое, одно другим. Вот так. Ну, и все. Вот моя рекомендация. Заваривать просто чистой бутылированной водой. Без разницы, какого бренда, потому что это уже вопрос религии. Ну, в Китае там бывает вообще горная вода, да? Тогда, не знаю, где ее можно у нас найти, допустим, когда такая она прям, ну, пяткая, да, ты пьешь в чае, она вообще по-другому раскрывается, мне кажется. Вот бывает. Там попьешь в Китае, потом приезжаешь домой, тот же чай пьешь, вкус другой, из-за воды. Бывает такое? Ну, я бы сказал, в меньшей степени из-за воды, а в большей степени, конечно, из-за антуража, из-за китайского, из-за эмоций, потому что твое эмоциональное состояние, оно влияет на качество чая больше, чем все, что угодно, больше, чем сам чай зачастую. Ты влюблен, у тебя бабочки порхают в животе, у тебя все офигенно, ну, и у тебя чай будет, знаешь, такой просто божественный. Ну, так, а если, ну, если все наоборот, то и там уже ничего чаю не поможет. Поэтому эмоциональное оставляющее, это, конечно, наша точка, от которой мы танцуем. Спрашивают, как вы относитесь к матче? Ну, я позитивно отношусь к матче, я не могу сказать, что я какой-то большой ценитель матчи, это такая плоская очень история. А что это такое вообще? Это же не чай? Ну, это, нет, это чай, это чай, стертый в порошок, это японская чайная традиция, в Китае ее нет, не было и, наверное, не будет. Ну, такой чай, который взбивается в порошок и потом венчиком специально взбивается как капучино до уровня такой зеленой пенки. Ну, достаточно экстравагантный напиток, интересный такой, модный. Но в нем нет глубины по вкусам и ароматам. Это ближе к масс-культуре, да? То есть, по сути, вот в такой, да? Я не скажу, что матча, это ближе к масс-культуре, потому что японская чайная традиция, она очень специфична, она погружающая, она тоже про состояние и тоже про трансовое состояние, про умение фокусироваться. Но матча, как вот у нас сейчас на рынке, то это, конечно, ну, люди, да, просто кидают ложку там, кружку с Микки Маусом, разбалтывают. Ну, это, конечно, шляпа, с моей точки зрения, но, как бы, на вкус и цвет. Так, давай перейдем к, ну, давай просто даже о правильном заваривании чая и о чайной церемонии, то, что вот у нас, ну, оно есть такое, как слово, да, словосочетание чайной церемонии, хотя китайцы церемоний таких, по сути, не делают так. Ну, то есть, как, просто есть ритуал, которым правильно, ну, на мой взгляд, может, ты подтвердишь или расскажешь более полно про это, чтобы чуть-чуть у людей тоже, как бы, показать вообще, как оно есть в Китае. Мы сейчас не в Китае, ни ты, ни я, да, я так понимаю, мы можем хотя бы чуть-чуть им показать, как оно должно быть по-правильному. Я не знаю, у тебя там есть под рукой, может быть, даже. У меня есть под рукой, у меня за спиной чайный поднос и пиалки, и чайники, и все остальное. Чайная церемония это некий способ заваривания китайского чая, который сложился на протяжении последних почти что десяти веков в Китае. Это огромная традиция, и это значительно больше, чем напоить себя чаем. Чайная церемония это, конечно, это и история про социальное общение, потому что это то, что собирает вокруг себя людей. Это история про то, чтобы выключиться из текущего бытового фона, потому что, когда ты завариваешь чай профессионально, в соответствии с китайской чайной церемонией, ты уходишь очень глубоко в анализ ароматики, и это тебя выключает из принудительного мышления, ну, просто создает другую архитектуру нейронных связей, ты начинаешь думать по-другому, входишь в другое состояние. Чайная церемония это история, безусловно, это ключ к управлению состоянием, потому что в любом случае, когда ты делаешь чайную церемонию, особенно если ты делаешь это не один, а с кем-то, ты ловишь это состояние рапорта, состояние, ну, уплываешь немножко в трансовость такую, перестают моргать глаза, это проще всего... глубокое расслабление такое, глубокое расслабление, каталепсия, вещества, на бегу, когда ты замедляешься максимально и прям кайфуешь. Абсолютно, да, это такой замедлитель универсальный и это так. И китайская чайная церемония, если мы пройдем сейчас по механике, да, как она производится, как она, ну, создается, мы завариваем в маленьком объеме, у нас всегда заварочные девайсы в китайской чайной церемонии, очень маленькие, если это чайничек, то он вот такого размера, он помещается в ладошку на 100 или на 150 миллилитров, но когда мы завариваем в нем чай, чайник полный, то есть мы завариваем большое количество заварки в малом количестве в воде, и мы не наставим воду на заварке, а проливаем воду через заварку. Таким образом, одна заварка играет у нас многократно. Хорошие чаи держат по 15 заварок. И каждая заварка, она звучит в ароматике и во вкусе по-новому. Мы пьем один и тот же чай, но фактически мы его нарезаем на вкусовые слайсы с каждой заваркой. И если мы уходим глубоко в анализ, если мы научены это делать, если мы умеем слышать язык чайных метафор ароматических, то у нас голова и ощущения воспринимают это, как будто мы пропиваем 15 разных чаев. Блин, круто. Не задумывался с этой точки зрения. Знаешь, там первая заварка, вторая заварка, но вторая вроде как, ну, то есть более такая, она раскрывается лучше, вторая, третья, а потом как бы уже убывает, как обычный такой зеленый чай, как по мне, да? У нас есть, это то, что мы называем чайная эволюция, потому что с каждой заваркой чай открывается по-новому. Что-то открывается. В четвертой заварке открылось что-то, чего не было в третьей, а в пятой открылось что-то, чего не было в четвертой и в третий и в четвертой, но при этом и ушло что-то. И он вот так вот, ну, видоизменяется. Это чайная эволюция. У нее есть некая логика развития, то есть он взлетает, подлетает к 3-й, 4-й, 5-й заварки, выходит на максимум, дальше выходит на плато, держит плато в течение еще нескольких заварок, скажем, до 7-й, до 8-й, и потихонечку начинает заходить на посадку. У меня прям такая визуальная такая, короче, визуализация, какой-то дракон китайский с головой и хвостом, короче. Есть голова, допустим, да, и хвост, который разный. Вот. Прикольно. Вот так. Ну, вот такие дела. Вот. Ну, круто. А покажешь? Ну, хотя бы девайсы там, ну, там, основные. Это чайник из эсинской глины. Это заварочный девайс. Мы можем использовать в качестве заварочного девайса чайную колбу. У меня нет сейчас ее под рукой, но смысл тот же. Это некий сосуд, в котором происходит заварка. Чайник из эсинской глины это отдельная индустрия, огромная. Есть город Исин в Китае, там 7 миллионов жителей, и каждый из этих 7 миллионов занимается производством чайников из глины. Это специальная глина, она добывается в Исине, в глубоких шахтах. Эти шахты уже сейчас близки к выработке, ну, то есть там заканчивается запас этой глины. Этой традиции 600 лет. 600 лет в этом месте производят чайники. Вздумайся. И это, конечно, это огромная индустрия, это большой фетиш, это супер переоцененный товар, это гигантская ценовая вилка, самый дешевый чайник ты можешь купить в супермаркете, он будет стоить 15 юаней, ты прекрасно об этом знаешь. Но в этот же момент ты можешь полететь в Исин на выставку или прийти в какой-то профессиональный магазин по чайникам, и там будут цены уровня 400 тысяч юаней, 450 тысяч юаней. Ну да, то есть это стоимость хорошего автомобиля немецкого. Я знаю, тебе сейчас наверняка хочется спросить, сколько стоит мой чайник. Он стоит 1500 юаней, это 15 тысяч рублей, что, в общем-то, тоже не дешево на русские деньги, но я могу, к счастью, себе это позволить. Дороже я не стал бы покупать чайники, ну, наверное, потому что я просто варюсь в этой индустрии, я понимаю, как оно устроено. Это пиалочки для чая, они всегда маленькие, их объем обычно 20-30 миллилитров. Она, кажется, большая, потому что я ее держу ближе к камеру, но на самом деле вот она такого размера. И мы всегда пьем из миниатюрной посуды, ну, потому что она просто подчеркивает ценность продукта, и она позволяет, да, то есть позволяет пропить много заварок подряд. То есть если бы у нас были большие кружки, мы бы быстро напивались. А там в этих пиалочках часто бывают на дне какие-то звери, ну, там, не знаю, там жабки, рыбки, ну, я помню, в магазинах чайных. Не знаю, это хороший тон или это так попса, как ты считаешь? Ну, это, конечно, для девчонок. То есть крутые пацаны, профессиональные, конечно, антитестеры, но и вообще мир профессиональной оценки чаев, он очень лаконичен. То есть это ребята, которые... Без рюшечек, короче. Без рюшечек, ну, они сосредоточены на предмете, они, как бы, очень четко понимают, в чем суть. Я, знаешь, как скажу тебе, они сосредоточены на ароматике и на состоянии. Это люди, которые научены слышать ароматы, и люди, которые научены управлять состояниями и понимать, как чай влияет на их состояние. Это ребята часто из кунг-фу, из цигуна, из йоги. Ну, вот, если ты посмотришь в целом по рынку и по российскому рынку, в первую очередь, то ты увидишь, что, ну, 70% ребят, кто глубоко в чай, они занимаются какими-то телесно-ориентированными практиками, боевыми искусствами, либо йогой. Я яркий пример тому. Да, и из заварочного этот девайс называется чахай. Мы всегда используем связку чайник и чахай, потому что мы не можем из чайника разливать пиалки. Потому что заварка происходит мгновенно, счет идет на секунды, и если у нас три разных пиалки, то настой в первой и в третьей будет отличаться по крепостям. Поэтому мы всегда уравниваем это. В уравнителе уже из чахая разливаем пиалки. Гайвань еще я помню, да? Ну, то есть с крышечкой. Ну, гайвань, она стоит у меня в шкафу, я не буду сейчас демонстрировать, потому что мне придется вставать для этого. Это самый распространенный китайский заварочный девайс. В гайване традиционно заваривают улуны. Это девайс, который наилучшим образом раскрывает ароматику чая. Это действительно так. Ну, и это самый дешевый и самый простой в использовании. Ну, ты прекрасно знаешь, как это выглядит. Я не уверен, что знают все наши слушатели. Это такая, ну, типа такой же сосуд, только здесь еще сверху крышка. Ну, и как бы резюмируя по китайской чайной церемонии, смысл к китайской чайной церемонии вообще ни капли не в том, чтобы напоить себя в чай. Он в том, чтобы получить удовольствие. Он удовольствие, чтобы кайфануть. Ну, в этом смысл. То есть не в соблюдении некого ритуала, а в ощущениях этого ритуала. И я всегда топлю за то, чтобы люди проходили через ритуал от состояния. Потому что, если ты посмотришь внимательно, как вообще существует церковь, например, или все вот эти вот вещи, которые связаны с какими-то душевными такими моментами, люди очень часто играют в ритуалы. Они выполняют что-то, не понимая, что за этим стоит. И абсолютная большинство людей так делают это на уже каких-то автоматизмах. Но смысл китайской чайной церемонии в том, чтобы уйти настолько далеко в чай, в анализ ароматики вкусов, ощущений в теле. Потому что он, конечно, запускает энергию. Это все начинает чувствоваться, как волны, которые внутри тела. Хорошие, дорогие чаи китайские, они дают это удивительное состояние, когда вы начинаете чувствовать потоки энергии внутри. Мне крайне непросто объяснить это рационально, потому что я сам рационален, и привык понимать вещи рационально. Но когда я чувствую, как действует на меня китайский чай, ну, это, конечно, особенно выдержанные какие-то пуэры, которым лет по 20, я рационально объяснить себе не могу. Эзотерически не хочу, но и вот где-то в компромиссе в таком застреваю. И китайский чай, говори. Вспомнил случай, просто, ну, ты знаешь, когда я часто езжу по фабрикам с клиентами или по своим товарам разные фабрики, всегда есть у Лаубани, у Боса, чайбань вверху стоит. Ну, то есть вы заходите там с ним, садитесь, и он тебе начинает заваривать чаек. Ну, так часто бывает, особенно если старенькие такие китайцы. И у нас был один поставщик такой, и он любил именно белый чай, офигенный просто белый чай. И вот он, короче, тоже его так заваривает прям. И мы сидим, мы молчим, но чай дорогой, очень вкусный, я ему говорю, он, короче, он говорит, ты шаришь, ты понимаешь. Ну, то есть мы сидим, молчим, короче, просто, да, и состояние, знаешь, как будто вы, не знаю, там, ну, другая, допустим, сторона, когда там с китайцами, допустим, алкоголь пьешь, да, и вы там вроде как становитесь ближе, вы общаетесь как живые люди, там, о разных вещах, о семье, о друзьях, о детях, там, обо всем. Вот, и тоже вот такое действительно возникает, ну, то есть это как ритуал, который сближает людей. Ну, то есть они друга тоже как бы наблюдают и делают, ну, то есть познают, да, ближе очень, раскрываются в этом, как бы вот это мне как бы запомнилось. И, ну, знаешь, поймал какое-то вот чувство, такое состояние в этом моменте. И очень классный чай, конечно. Он потом подарил нам еще, блин, стоил там что-то бешеных денег, короче. Просто при нас где-то заехал к своим поставщикам. Андрей, я могу рационализировать тебе, чтобы ты, может быть, лучше понимал, что происходит в этот момент. Мы в социальном жизни нашей общаемся из головы в голову. Ну, мы шумим много. Мы разговариваем с мыслами. И зачастую люди, даже в диалоге, у них два монолога. То есть это бла-бла-бла-бла-бла, я-я-я-я-я-я про себя вот так. Ну, это вот в среднем по рынку это так. Когда мы оказываемся за чайным подносом, мы каким-то удивительным образом, конечно, проваливаемся в трансовое состояние, вот в эту тишину. Мы выключаемся из рационального и уходим в ощущенческое. Это работает, ну, как бы всегда, практически без засечек. И это такая редкая возможность в современном социальном обществе двум людям просто побыть рядом и удобно помолчать, чтобы откалиброваться по ощущениям, по вибрациям, понять, насколько это твой человек вот на уровне вибрации или не твой. Насколько вы тянетесь друг к другу или, может быть, не тянетесь. И, конечно, в бизнес-среде это очень крутой инструмент, потому что бизнес-это не всегда прорациональное, это очень во многом и про ощущения. И когда ты выбираешь партнера, важно, чтобы вы одинаково с ним вибрировали. Ну, прикольно, просто дела будут идти по-другому. Вот, поэтому это супермудрая китайская традиция, и она, ну, вот, наверное, все. У меня больше нечего добавить. Так, окей. Давай посмотрим, что там, может, с вопросов или расскажем про... Что у нас еще там было? Как выбрать чай? Ну, про чайную церемонию, то есть посуду ты рассказал, да, а последовательность действий, как, где посмотреть, где приобщиться, если не в Китае, а сейчас в Китай не поедешь. Ближайшее, я не знаю. Ну, ты меня сейчас просто вынуждаешь себя и себя прорекланировать. Я слышал, что есть нечто. Но я хочу, ну, сам хочу знать подробнее о тебе. Окей. Я тогда рассказываю тебе, как выглядит. Мы занимаемся торговлей. У меня торговая компания. Громко очень звучит. Перефразирую. У меня интернет-проект. Мы занимаемся поставками китайских чаев из Китая. Сегодня это делаем глобально. Ну, очень большое количество стран по всему земному шару. Это микробизнес, на самом деле. У нас небольшой коллектив. У нас офис в Китае, в России, склад в России. Ну, это старый бизнес, который уже там все шестеренки работают слаженно очень хорошо. И параллельно с торговлей мы проводим достаточно большую такую обучающую часть. Потому что, ну, нам выгодно вовлекать людей, объяснять им, показывать, как это работает. Потому что это рынок с несформированной подребностью. У людей нет, ну, широко по рынку, у людей нет понимания того, вообще, зачем китайский чай, для чего их пить. Это то, что важно сначала привить культуру, а потом уже... Можно я вставлю свои 5 копеек? Это, знаешь, как каждый раз. Вот у меня ситуация одна и та же, допустим. У меня там со мной там группа, допустим, 10-12 бизнесменов. Они думают, да что такое китайский чай? Ну, то есть, как, какой? А крепкий он, не крепкий? Ну, ты знаешь, банальные вопросы. Они все отпадают. После того, как они посидели, попили там кучу чаев, а когда они узнали там, что молочный улун – это полная фигня, когда они узнали, что там с карамелькой, там с булочкой чай тоже китайцы не пьют, ну, то есть, перестают вообще что-либо добавлять, понимают вот это вот, ну, хотя бы они посидели вот в этой атмосфере, попробовали, получили разные эффекты там, да, вкусы, а потом у них возникают еще другого уровня там какие-то вопросы, да? То есть, вам тоже нужно каждого клиента воспитывать, учить, рассказывать, потому что иначе ты… Ну, Андрей, я большой любитель масштабирования, поэтому мы, конечно, не учим отдельно каждого клиента, но мы делаем это опыт. Мы делаем это за счет большого количества контента, который мы пишем и снимаем в Китае, и это все выложено в открытый доступ. И периодически мы проводим обучение. И вот сейчас я провожу набор на обучение, которое называется «Магия отчаянной церемонии». И оно как раз про то, про что мы говорили последние 10 минут, что есть некий ритуал, который люди воспринимают как ритуал, но абсолютное большинство не научено раскладывать чай на ароматические метафоры. Ну, то есть, мы пьем чай, такие, о, прикольно, на уровне нравится, не нравится. Но нравится-не нравится, это типа как да-нет, знаешь, это два разных вектора, но чьи по-другому пьются. Там вообще не существует нравится-не нравится. Там существует, а услышь, что в нем. Потому что в каждом чае закодировано, это реально код, огромная вкусовая и ароматическая мозаика. И то, насколько у человека развиты вкусовые рецепторы, для того, чтобы пройтись очень точно по этим метафорам вкусовым, это вопрос зачастую не к чаю, а зачастую к тетестеру, человеку, который пьет это. И все, что я делаю на этом обучении, я развиваю аппарат вкусовой у своих студентов и научаю их, расставляю им те вкусовые маячки, которые они должны слышать в разных сортах. Это делает их из обывателей превращается в профессионалов. Это вот первая часть обучения, а вторая часть обучения это, конечно, состояние. Потому что чайная церемония это история про состояние, как я уже сказал, и научиться слышать, как твой чай меняет твое состояние. Он тебя согревает или остужает? Он расширяет полость рта или сужает ее? Он тебя уводит вовнутрь себя или вовне? Он тебя уводит в смех или в мысли? Это история, которую невозможно постичь самостоятельно. Очень важно, чтобы кто-то взял за руку и провел тебя поэтому, научил. Так же важно, как чтобы кто-то научил тебя слушать классическую музыку, например. Ее практически невозможно полюбить вот просто самостоятельно. Или так же важно, чтобы кто-то тебя научил разбираться в современном искусстве, например. Потому что в нем невозможно разобраться со стороны. Оно шокирует. Да, да, да. Нужен дискурс. Нужен акцент внимания. Важно понимать, что стоит по ту сторону. Мы занимаемся таким обучением. Я не могу сказать, что оно сложное. Оно глубокое. Это глубина проникновения в чай. И мой талант заключается в том, что я умею как-то легко и весело это объяснить. Понятно. Для широких масс. И вот сегодня и завтра у нас будут продажи этого курса. Поэтому, если кто-то из тех 17 человек, которые меня сейчас смотрят, если вас откликается это в сердце, то заходите на мою страничку, переходите там в шапки профиля на лендинг и там можете зарегистрироваться, оплатить и принять участие. Мы отправляем нашим студентам наборы, пробники. Да, я хотел спросить, где чай люди возьмут. Надо же... Да, да. Ну, конечно, у нас все это предусмотрено. Мы отправляем наборы, они доходят там точно в срок с курьером. Регустационный сет, да, какой-то? Да, это сет абсолютно. И дальше мы проводим серию вебинаров и в прямом эфире, то есть они заваривают, я завариваю и я прям увожу их, увожу, увожу туда и передаю им это научение. Это где в Zoom проходит там? Это в Zoom, да. А, ну супер. Удобно. Ну, прикольно, прикольно. Сейчас такой формат чая, ну, просто я не мог представить, что можно церемонию проводить в Zoom. Ну, сейчас в Zoom все можно делать. Да, это очень прикольно. Я проводил в прошлый раз обучение, у меня было 162 человека. Круто. Да, это такая востребованная тема, очень люди ей очень интересуются и это резиновый рынок, он растет, появляется все больше и больше людей, которые понимают вот эту магию, реально магию чайной церемонии, понимают ее терапевтичность, понимают, как пользоваться этим инструментом, чтобы выключить себя из принудительного мышления, из вот мыслей, которая постоянно. Это такой, ну, такой вот кунг-фу, да. Ну, это, видишь, это совсем не о том, чтобы просто попить чайок и побежать куда-то, да? Нет, конечно. Аккористо наоборот. Да, да, мы можем попить просто кофе и куда-то побежать. Да, да, да. Ширнуться алкалоидами, а, ну, чай тоже нас, если уж мы откровенны друг с другом, он тоже нас ширяет алкалоидами, но если кофе нас убыстряет, то чай нас затормаживает. Прикольно. Ну, вот у нас, по сути, почти вот уже по времени сейчас оборвется эфир, тут минута четыре есть. Можно что-нибудь напоследок рассказать или ответить на какие-то вопросы, если еще были. Я, честно говоря, вынужден сейчас с тобой попрощаться и со всеми зрителями, потому что у меня сейчас начинается ровно в час обучения, и мне там надо быть строго. А, ну, отлично. Мы не будем тебя задерживать, все нормально. Мне кажется, ну, я получил как бы контент для себя, вот узнал реально ту информацию, которую хотел. действительно даже подтвердил многие моменты насчет состояний. И я думаю, что ты затронул вот эту вот важную вещь, потому что не просто там чаи, не просто там вкусы, да, а и состояние, что намного важнее. И, ну, я думаю, люди хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть поняли, в какую сторону надо думать и как к этому относиться и заинтересовались, я думаю, тоже. Ну, я уверен в этом, конечно. Спасибо, Андрей, за эфир. И, ребята, всего доброго. Если интересует обучение, вся подробная информация на моей страничке Realtchime.it. ссылочку я оставлю. Переходите. Хорошо. Будет висеть еще какое-то время. Спасибо. Пока. Всего доброго, Андрей. Счастливо. Пока.